Зеркало меня стройнит. Спасибо за лезть. Научите мне, пожалуйста, красить губёшки. Здравствуйте. Все детали макияжа будут в описании. Хейтеров я отражаю хайлайтером от Мак. Ребята, я знаю, что вы соскучились по аксессуару «Женщина-заколка», но сегодня я хочу надеть аксессуар «Полиэстер-ушки 2020». Мода «Я сладкая киска». Итак, я хочу сегодня с вами протестировать палетку от ABH, конечно же, Narvina 4 Volume Whatever. Она недавно совсем вышла, я пыталась найти вдохновение, но, ребята, какое вдохновение на эту палетку и вообще даже очень мало обзоров, поэтому я очень надеюсь, что выложу это видео как можно скорее на эту палетку. Она меня привлекла, как только я её увидела, я была поражена. Я люблю такие вот палетки в такой гамме красно-розовой, а это больше как бы фиолетовая палетка, но если на неё смотреть при приглушённом свете, то видно, что она в большем случае нейтральная. Я сделала пару свочей, была поражена пигментацией, но с ней я пока что макияжи не делала совсем. Как обычно, это первое впечатление, будет финальный отзыв, ребята, ждите. А не знаю, когда, через месяц, может быть пораньше, может быть позже. Я обычно снимаю два видоса, но они бывают с очень большим расстоянием между друг другом, а иногда второе видео не выходит никогда, потому что я так хочу. Ой, мне очень нравится сегодня мой хайлайтер. Я прям довольна, что я снова достала свой MAC Hyper Real Glow. Я что-то как-то первый раз, когда пользовалась им, он мне не понравился, но вот сейчас, ребята, вы не поверите, здесь, вот здесь, это дно, это пустой рефил. Я думаю, это о чём-то говорит. У меня золотой смешанный с белым. Ну блин, отражаем, отражаем, ребята. Максимум отражения. Итак, я немножечко довольна, но мне чего-то не хватает. Я вспомнила, чего мне не хватало. Выпьем для вдохновения. Ребята, я только что вышла с видео тестирования Beauty Bomb, поэтому, видите, у меня веки застенились. И хочу сказать пару слов про эту палетку. Она тоже вам глаза застенит, потому что она веганская. Здесь 25 оттенков, палетка веганская, с круглосадостью 18 месяцев. Но, ребята, все подробности по палетке я обычно говорю в финальном мнении. Сегодня я постараюсь использовать как можно больше оттенков для того, чтобы вы видели, как она работает. Мне нравится то, что зеркало здесь открывается вот так. Зеркало фиксируется вообще в разных... Ну, так вот не фиксируется, а начинает закрываться. Зеркало меня стройнит. Спасибо за лесть. Макросъемка. Макрофлекс. Ой, клей-момент. Ребята, я вас приблизила. Посмотрите на хайлайтер. О май гад. Просто в самое сердце. Когда он закончится, я обязательно куплю. Еще раз, это, кстати, оттенок Flash and Ave. Пытаюсь посмотреть оттенок. Тут нихуя не написано. Так, давайте уже начнем, потому что я, блядь, размавляю, тут сижу. Вот вы знаете, я видела макияжи с этой палеткой уже, которые выложили. Я не скажу, что они скучные. Я скажу, что американки делают своеобразный макияж в последнее время. Чуть никто как-то, мне кажется, не старается. Здесь много нейтральных оттенков. Но я сегодня хочу показать цвет. Нет, несмотря на то, что у меня веки затинтованные, я их пыталась перекрыть. Перекрывала, 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 перекрывала. Нихера не вышло, ребята. Окей, будь что будет. Кисти у меня некоторые из-за Евы, некоторые из Алиэкспресс. Ссылка на мои кисти в описании. Конечно же, она аффилированная, как иначе. Сегодня будет каткриз, поэтому ничего новенького. Я вижу здесь два глиттера. За что? У меня один вопрос. Ну ладно, посмотрим. Я хочу взять C4. Я еще хочу каким-то макаром сюда D2 приплести, потому что D2 это такой неоновый оттенок. Будем хейтеров отражать неоном тоже, это важно. Так, я хочу что-то темное, потому что я люблю темные макияжи, но с таким pop of color. You're blind now, bitch. Понимаете, я хочу просто... Ох, хочу сегодня Halo. Что-то новенькое. Halo или не Halo? Halo или не Halo? Halo, аааа, не знаю. Пойдем, куда пойдем? За его, что тут? 221 Lux Soft Cris C4. Вы знаете, я провела так раз, два, три, четыре, несильным нажатием. Ну, посмотрим. Этот самый... Консилер у меня не зафиксирован. Я уже начинаю поражаться пигментацией и своим бровям. Ладно, надеюсь, у них вас не напрягают. Наслышанное, что эти палетки не очень хорошие. Я тоже много отзывов смотрела вот на первую, на вторую. Помню, как вы просили, ааа, сделай обзор, пожалуйста, но... Просто дело в том, что, ребята, те палетки были вообще немножко не мои. И как только вышла третья, я поняла, что я ее хочу. Но третья была лимиткой. И я так испугалась, что никогда ее больше не смогу приобрести. Очень сильно расстроилась из-за этого. Но как только увидела вот недавно ее на Beauty Bay вместе вот с этой четвертой палеткой, я поняла, что деваться некуда. Мне надо обе палетки. Третья Нарвина, она такая яркая, сочная, неоновая. Я такие макияжи делаю очень редко. Но меня почему-то на них потянуло. Знаете, мне тушится все очень легко. Мне кажется, что-то Нарвина припозднилась вот этой любовной любовью, потому что уже все выпустили. То Melt, что вот Динонка выпустила. Свою любовную палетку. Но я бы назвала это не Наташи Динона, потому что у нее качество обычно намного лучше, чем, как я заметила, в маленьких вот этих более бюджетных, так сказать, палетках. Типа Sunrise, Love. Они вообще... Зачем позориться? Так, ладно. А беру, знаете что? Си-4 нанесен такой лавандовый, грязненький, примутненный лавандовый. Кисть была чистая. Видите, он вот в палетке. Сейчас сделаю сводч. Он такой сиреневый. А на глазу почему-то выдает муть. А на сводч он... Ну, хотя, да, такой примутненный, короче. Беру И-4. А нет, давайте я сделаю плавный градиент. Да, сегодня, ребят, будет вообще сложная жопа. Вы знаете, я... Обычно я очень хочу сделать сложный макияж на камеру. Ну, очень хочу. Но это так сложно. Мне выходит всегда какое-то говно. Мне потому что нужно сосредоточиться и молчать, когда я делаю что-то сложное. По типу... Блин, я хотела, чтобы у меня был переход из розового в сиреневое. Смотрите, что я сделала. Я вообще... Тупко. Я, короче, когда я делаю сложный макияж или какие-то креативные, надо молчать. Потому что я очень-очень сбиваюсь, путаюсь. И понимаете, когда красишься на камеру, надо сидеть под определенным углом. А это как-то не очень удобно. Посмотрите, какая пигментированная у нас тут вечеринка образовалась. Сейчас возьму еще С-4. И чуть-чуть вот здесь сделаю, потому что я хотела, чтобы тут все-таки была сиреневенькая. Я поражена. Я, вы знаете, разочаровалась немножко в качестве теней ABH, но палетка Джеки Айна спасла ситуацию. Однако я ее все равно продала. Не знаю, я поняла, что я не пользуюсь такими оттенками. Но она качественная. Однако я думала, что я больше ничего не куплю от этого бренда и от Норвины тоже. Потому что это что за палетка ПАД, что это за... Мне не понравилось, как бренд себя вел. Но я не удержалась, ребята, и купила. Но посмотрите, переход, в принципе, получился более-менее плавный, мне кажется. Я ничего не запорола. Пока что хочу подрезать криз, но перед этим я возьму маленькую-маленькую кисть. Ну, не такую прям что-то маленькую, но вот среднюю. Она влезет мне в ноздрю. Моя ноздря диаметром примерно 3... Нет, вряд ли 3. Моя ноздря диаметром примерно 5 миллиметров, поэтому эта штука вылазит спокойно. Ну, или можете сравнить, я не знаю, с чем еще. Нормальная кисть, короче, нормальная. Беру и 4. И 4, и не буду сильно очень тушить. Блядь, почему они такие пигментированные? Я поражена. Буду очень осторожно наносить в складку. Я таким образом проверяю наслаиваемость, ребята. Посмотрите, что-то не очень хорошо наслаивается. Нет, вроде наслаивается. Почему я не могу сделать красивый переход из баклажана в неон? И вот в сиреневый надо, наверное, было от темного к светлому работать. Знаете что? Я вот, когда уйду делать второй глаз, я попробую работать от темного к светлому и покажу вам разницу. Просто я первый раз с этими тенями работаю как вино, поэтому я могу создать какое-то говно. Вы тут не думайте, что я постоянно создаю говно, но бывает. Снова сиреневый. Действительно, надо было работать от темного к светлому. Посмотрите, что выходит. So far so good, ладно. Сейчас все равно буду все это подрезать. Зачем ты все это тушевала? Затем, чтобы ты спросил, моя дорогая. Где, блядь, кисть? Ребята, я пока не знаю. У нас будет какой-то крист цветной. Ну, я имею в виду металлический или матовый. Видите, из-за того, что у меня фиолетовый пигмент на глазах, мне нужно почистить основу. Так, я беру палку с мицелляркой. Ну, норм. Мне кажется, в этой палетке не хватает черного. Cut, crease, canvas. У меня уже заканчивается, но я покупать второй раз не стала. Потому что я, в принципе, это неплохо делаю и консилером. И у них разный состав. У праймера, это праймер. И у консилера. Где мой айфон? А вот он передо мной. У них разный состав. И я решила, что, ну, с чем праймер покупать? У меня есть белый консилер. Я могу купить белый консилер или вообще любой обычный консилер. На хера праймер? Вот, видите, ребята, я когда балакаю, я все порчу. Си-2 на мокрую подложку. Я поняла, куда я желтый присобачу. Между вот сюда вот в этот вот. Ну да, неплохо. Да, ребята, мне пришлось стереть тот ужасный макияж, поэтому начинаем заново. Потому что это первый раз, когда я играю с палеткой, всегда первый макияж выходит настолько просто убогим, что мне даже стыдно показывать вам то, что вышло. Но я понимаю, я показала вам. Итак, давайте начну заново. Я хочу сделать все же кат Крис. Я не буду экспериментировать сегодня. Беру оттенок И5. Это самый такой розовый неоновый оттенок. Оттенки очень пигментированные. С ними легко работать. Но они между собой очень похожи. Вот то, что я заметила, пока делала свой первый лук, они очень-очень похожи между собой. Особенно розовые. Вообще разницы практически нет. Лепота. Теперь я беру темный фиолетовый И4. Консилер я не фиксировала. Вы знаете, я очень много слышала про эти палетки, что у них плохая формула и все такое. Но я не скажу, что прям суперплохая. Пока что я довольна. И я еще купила третью палетку. У нее всего их 4. Это, собственно, четвертая. Самая свежая. И когда я ее покупала, я не смогла просто удержаться. Потому что я помню, вы, ребята, просили. А, Марина, давай сделай, пожалуйста, нам обзор на первую и вторую палетки. Но они мне вообще не понравились. И я слышала про них не очень хорошие отзывы. А про третью как раз-таки наоборот. Хвалили ее. Говорили, что она хороша. И, кстати, когда вышла третья, я ее увидела и подумала, что, о май гад, я так ее хочу. Хотя я крайне редко делаю какие-то яркие неоновые макияжи. Но я сейчас буду учиться. Потому что я хочу развиваться в этом направлении. Мне интересно делать цветные какие-то вечериночки. Ну, посмотрим. Что будет, то будет. Теперь я буду почищать базу, потому что у меня дальше будут металлики. Они здесь, как я заметила, такие полупрозрачные. И мне не нужно, чтобы они смешивались с цветом. Поэтому я беру палку, беру мицеллярку, чищу базу. У меня уже глаз заебался, потому что это не первое видео. Я только что смывала свой макияжик. И глаз вообще чувствует себя потраченным. Я сейчас не буду брать Каткрис Кенрос, который брала до этого. Я возьму просто консилер. Консилер у меня от Революшн беру уже в третий раз. Впервые мне его сам Революшн отправила. Второй раз я его уже покупала. Мне он прям очень понравился. Сегодня будет половинчатый такой Каткрис. А то я в последнее время очень часто делаю такой большой, плотный, широкий. Не знаю, как обозвать. Я не хотела поддерживать больше бренд Анастасия, потому что... Ну, это вообще-то бренд Нарвина, да, ведь они Анастасии. Но все равно, так как мне не нравилось качество палеток в последнее время, но палетка Джеки Айна была на самом деле достаточно хороша. Но я ее все равно продала, потому что я не пользовалась. Пока я вот эту палетку сегодня тестировала, наверное, минут сорок снимала макияж. И очень сильно поражалась качеству теней. Действительно, ребята тушуются. Все достаточно легко. Но меня пока что смущает то, что оттенки между собой очень сильно похожи. Не знаю, как я буду чувствовать себя через время. Посмотрим. Давайте я сделаю неоновый Крис и возьму какую-нибудь блестяшку. Да, так и сделаю. Неон я буду набирать вот этот желтый на плоскую кисть. Это оттенок D2. У меня консилер немножко был растушеван. Самый лучший неоновый оттенок желтый у Sample Beauty. У всех остальных брендов неоновый он только в палетке. Видите, я такая расстроенная, потому что я ненавижу, когда у меня не получается макияж с первого раза и приходится переснимать. Это происходит крайне редко, но в последнее время суперчасто. На эту же самую кисть я ее почистила. Беру оттенок. Я даже не знаю, какой сюда пойдет. Знаете, тут столько красивых металликов. Но давайте, а один симпатично. Что-то у меня такое ощущение, что я уже делала похожий макияж. Я крайне редко повторяю свои мейки, но мне не нравится вот это чувство. Неприятное какое-то. Поэтому сейчас я неоновый желтый вам показала, я его перекрою. Знаете, чем? Оттенком E2. Я возьму BH Cosmetics. И E2 надо походу наносить на клей, так как это глиттер. Ребята, я вам не советую наносить блестки на глаза. Ребята, я вам не советую наносить блестки на глаза. Все. Надеюсь, вы меня услышали. У меня новый клей Sample Beauty. Он очень странный. Пахнет еще хуже, чем выглядит. Написано, что он веганский. И Sample Beauty это веганский бренд. Наношу блестки. Они набираются комками и наносятся какими-то комочками. Теперь перекрыт желтый. И у меня нет ощущения, что я этот макияж уже делала. Ну, прикольно вышла. Я довольна. Это очень редко бывает. Беру маленькую, очень маленькую кисть. И хочу немножко добавить неона. Потому что, видите, я из-за того, что расстроилась, все испортила. Добавлю неон вот так на край. Ребята, я очень постараюсь посетить в Instagram макияжи с этой палеткой. У меня раньше так было. Я когда тестировала палетку, я выкладывала с ней макияжи. Но, вы знаете, в последнее время я в Instagram вообще ничего не выкладываю. Потому что мне грустно. Вы сюда пришли не за этим. Беру C2 оттенок. Буду им тушевать вот здесь вот неоновый. Блестки сыпятся, все летит. И да, они с лица тоже не хотят уходить. Ну, ладно. Пусть сидят. Они жрать не просят. Так, у меня здесь какая-то грязючка. И четыре набираю. И буду тушевать теперь здесь, чтобы не было вот этой грязи какой-то. Происходит что-то непонятное. На камере почему-то выглядит как грязюка. Впервые, ребята, я крайне редко наношу что-то под бровь. Но сегодня будет исключение. Я наберу... Так, я туда нанесу вот этот А1 оттеночек. Будет смешно, потому что у него крупные блестки. Но все равно прикольненько. Так, продолжаем. Кисть от Анастасии. Анастасии. Оттенок И4. Затемняю угол. Хочу затемнить сегодня вот так, чтобы прямой был угол. Я обычно затемняю под углом. Ребята, здесь получается какое-то пятно. Ну, ладно. Надеюсь, что получится потом его убрать. Но оно, в принципе, будет под стрелой. Однако, меня все равно оно смущает. Быть может, это у меня уже глаз устал. Точнее, века устала. Но посмотрите, ну какое пятно большое. Не могу его убрать. Грязь, грязь, ребята. Я вижу грязь. Я очень что-то расстроена макияжем своим. Ладно, беру неоновый Е5. Очень странно, что у меня ничего не выходит. Но это первое впечатление на палетку. Так, ребят, сейчас я пойду постараюсь вот это... Я не знаю, что с этим делать. Сделаю этот глаз. Наклею ресни. Лайнер сделаю. Выберу помаду. И вернусь к вам. Готово. Ребята, я ощущаю себя немножко странно. Потому что мне изначально мой макияж очень не нравился. Но, как говорят мне в ТикТоке, любой макияж исправят стрелы и ресни. Но я вам скажу, что не любой макияж и не любые стрелы и не любые ресни исправят ваше говно. Мои шикарные макияжи исправлять не нужно. Они и так превосходны. Помаду мне сегодня Диафри Стар. И я, скажу честно, я прям довольна результатом и палеткой. Но есть пара моментов, каких сейчас я вам расскажу. А первый, самый основной, мне нравятся шиммеры. Ну, вообще, по жизни я люблю больше металлики в палетках. Но матовые я ценю за легкость работы. Для меня важно иметь хорошие матовые, но также яркие супер-блайндинг металлики. На этом глазу, кстати, вот посмотрите. Да, давайте я вам макро сделаю. Вау. Здесь я не стала делать подложку из неонового, неонового в кавычках, да, желтого. Я просто нанесла на клей. И здесь у меня вышел больше такой золотой намек, а здесь серебряный. Мне очень нравится. Что я вам скажу? Да, металлик. Давайте я возьму те, что я пользовала. А один, просто раз-два свайп. А два свайпа, и посмотрите, какой он шикарный. Он у меня сегодня в полосочке, и он у меня на краях моего каткриза. И, ребята, какие блёрстки в остатке. Это прекрасно. Но скажу вам, что этот металлик очень похож как раз на вот эти блёстки, которые едва. Сейчас я сделаю тоже их свотч. Блёстки, похоже, что это голографические блёсточки. Интересная вечеринка. Они похожи, что они в каком-то составе. Помните, если у вас была вдруг палетка, моя самая любимая Huda Beauty Desert Desk. Ух, ужасная палетка. Красный блеск там был. Вот очень похоже по формуле на него. И посмотрите, по оттенку напоминает Pet Magrat, но, конечно же, в Pet это не прессованные блёстки. У неё это просто металлик. Очень странные, кстати, формулы. Он тоже шершавый, но это не блестяшки такие вот. Это не пластик. Здесь прямо ощущается пластик. Они не очень плотные. Они, ну, такие мелкие. Но всё равно на глаз не наносите. Что я ещё сегодня пробовала? Вот в уголочек я нанесла А2. Надеюсь, что вам видно. Это такой красивый дуахром из розового в голубой. Я очень люблю такие оттенки, но, ребята, я ими не умею пользоваться. Его почти не видно. Тоже очень похож на не ретроград у этой Desert Dusk. Там был Twilight. Twilight вроде оттенок назывался. Очень похож на него. Супер блестящий. Мне нравится то, что это не сатин. Я ненавижу сатин и просто терпеть не могу. Да. Ох, блядь. Зачем сатин? Ну, реально. Я нанесу маленький сатинчик себе на глазик. Вау. Я маленький жук. Жук. Нет. Нам нужны блестки. Нам это, мне и вам. Идем дальше. Из металликов. Мне очень интересно сделать сводч А5. Он очень симпатично выглядит. Ебать мой хуй. На камере почему-то вам дуахромит зеленый. Вы это видите? Странная вечериночка. Я вас приближать не буду, потому что еще не вечер. Но в жизни он зеленый не дуахромит. Что-то, блядь, за магия. Холдун ебучий. Подробные сводчи будут в финальном мнении. И матовые. Вот что я вам хотела сказать по поводу матовых, ребята. Я, когда делала первый макияж, я брала И1. Это лосось. Такой вот лосось на глазу. Во всяком случае был лосось. А сейчас это такой нежный розовый фламинго. И меня смутил оттенок С2 и И5. Call me colorblind. Мне кажется, они одинаковые. Так и быть, ребята, я вас приближу, но отличие вот этих трех оттенков, особенно двух последних, И5 и С2, просто минимальное. И в макияже, вот еще посмотрите на металлики. Влажные такие. Вот этот супервлажный. Вот этот. Блин, какой он классный. В макияже разницы не было. Нарвина, бля. Ответь, почему так? В чем проблема? Меня это очень сильно смутило. И еще я пробовала матовый И4. Сейчас вот такой баклажан. Ну да, сочится очень плохо, но работать с ним нормально. Однако здесь почему-то выдавал у меня проплишину, а тут нет. Тут нормально работал с этого глаза. И скажу вам, что научите мне, пожалуйста, красить губежки. Ну нет, не это вам скажу. Я пока что довольна. А, еще, блядь, С4 пробовала, ребята. Так, у меня осталось только один маленький, опять-таки, сухой палец на левой руке. С4 это такая сиренька. Такой сиреневый, немножечко пыльный, немножечко грязненький оттенок. Он не чисто сиреневый, он примутненный. Но примутненный настолько, что кажется грязным. Посмотрите, что вышло с розовыми. Пока что я смущена. У меня нет однозначного мнения. И здесь я вижу опять сатин. Зачем тут сатин? Хватит, хватит. У всех в коллекциях уже полно, блядь, сатинов. Никому они не нужны. Я удивлена тем, что эта палетка в целом качественная. Я обычно не смотрю отзывы перед тем, как делать первое впечатление. Но я не удержалась. И у меня есть любимый блогер один. Это Нэйди. Ну, это его имя. Его канал называется PopLux. Или PopLux. Не знаю, как прочитать правильно. И он очень красиво сделал макияж, в принципе. И похвалил эту палетку. Еще смотрю Миса. 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 Ее зовут Мелисса. Но канал называется Миса. Вот. И я ей вообще последнее время не доверяю. Я по ее совету купила вот камеру, на которую я сейчас снимаю. За это ей благодарна. Мне очень нравится ее макияж. Они очень красивые. Но мне не нравятся сводчи. Потому что я смотрю на эти сводчи. Все вот, которые она делает, они прям, ну... Сейчас, так, ребята. У меня как раз тут мокренько. Вы видели мои сводчи? Сводчи Миссы. У меня мокрая рука. Предупреждаю. Я, наверное, сейчас свои тени испорчу. Но я вам это покажу. Просто. Как бы у нее все, 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 все сводчи очень всегда пигментированные. Я не понимаю, зачем вот такое вот делать? Зачем? Поэтому вообще что-то я ей доверять как-то перестала. Но она мне все равно нравится. Продолжаю смотреть. Потому что макияжи прикольные. Но мнению по поводу палеток нет. Я ей вообще больше не доверяю. Ну, for real. Ой, посмотрите, у меня смазалось немножечко. Странно. Лайнер у меня сегодня от NYX. Может быть, я очень поверхностно смотрю ее, обзоры не слушаю. Но мне кажется, что она прям все нахваливает. Все палетки и сводчи вот эти наслоены. Вот такая вот я дама сегодня. Немножечко мне не идут, понимаете, ребята, розовые макияжи. Я чувствую себя странно. Хайлайтер просто шикарен. Ну что? Итак, ребята, пока что мое мнение об этой палетке такое. Хорошая, классическая такая, типичная формула Анастасии. Но тени не отсыпаются. Удивительно. На мне обычно все сыпется просто очень жестко. Металлики шикарные. Вот это могу похвалить. А матовые? Ну, я не могу пока что сделать вывод. Палетка большая. Здесь 25 оттенков. И купила я ее за 4800 рублей. Я не знаю, я покупала две палетки. Там было 9... 9... 9... Короче, примерно 10 тысяч. Но за две палетки я отдала. Там еще доставка, считайте, 600 рублей. Пока что, если по 10-бальной шкале... Ну, наверное, 6-7 из 10. Мне она нравится, но, видите, розовый макияж. Блин, не мой. Ребята, я такая своеобразная. Мне не нравятся розовые макияжи на себе, но я покупаю розовые палетки. Что поделать? Видите? Издалека, кстати, вы можете наблюдать то, что она такая. Больше как нейтральная, чем розовая. Но посмотрю. Еще поделаю с ней макияжи, конечно же. Чаще всего я не выкладываю макияжи в Инстаграм. Я стесняюсь, ребята, на самом деле. Стесняюсь. Но истории снимаю. И там можно видеть мой макияж. Обычно я подписываю, какую палетку делаю, но порой забываю. Шаймон Мей, как говорится. Ребята, скажите, пожалуйста, будете ли вы покупать эту новенькую палеточку от Анастасии? Точнее, от Норвины? Whatever. Будете ли вы ее покупать? И какие у вас вообще впечатления по поводу этой палетки? Не только это, а все коллекции. Первая, вторая, третья палетка. Мне тоже интересно. Потому что я слышала, что первая вообще очень плохая. Очень плохая вышла. Ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Не надоело мне лицо и понравилась моя речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться. Поставить свой лайк. Оставить свой очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Инстаграм. Потому что, если вы забудете... Я уже купила билет в ваш город. Всех люблю. Всем пока. Сколько еще обзоров. Ну да, пол первого надо, наверное, пойти пожрать. Содно передохнуть. Ну, классная палетка. Классная, конечно. Но помада не подходящая. Или подходящая.